Здравый смысл Что обязательно делать И пить ли больше воды Что такое детокс Детокс, ну по-нашему это всегда было очищение Начинать нужно с того, что нужно поставить себе Один раз вопрос задать себе Вопрос такой, да Что здоровье Находится только в твоих руках Поэтому ты будешь за ним следить сам Отсюда тебе нужно обладать Ну хотя бы минимальными знаниями О том, что вообще, как это нужно делать И как делать это правильно Поэтому детокс Он вообще нужен всегда То есть эпизодически При нашем образе жизни Я имею ввиду жизнь в городских агломерациях Детокс это неотъемлемая часть Нормальной городской жизни Если хотите оставаться в городе Это курсами, правильно? Время от времени Четыре раза в год Нужно проходить очищение Вот какая мы вывели Наша академия здоровья Вывела какой формат Четыре раза в год То есть У нас 12 месяцев Четыре сезона Поэтому раз в сезон Будьте добры Сделать нормальное очищение Сколько оно занимает по времени? У каждого по-разному Вот об этом речь Если кто Сегодня я с утра У меня день бегал Я живу за городом Бегаю в лесу И очень много людей Кто-то с палочками ходит Встречает Кто-то бегает по-хорошему Кто-то просто прогулки совершает С семьей А кто-то в это время Это было 6 утра А кто-то в это время еще спит Глубоким сном Кто-то еще только приехал Может быть В 23 часа Или в час Лег спать Он еще встанет Вот таким людям С сбившимся ритмом С проблемами метаболического Метаболизма С метаболическим синдромом С ожирением С инсулино-резистентностью С эстрогендоминированием У женщин Конечно Тут нужно детокс Он нужен более чаще Может быть И более продолжительнее Но вот 4 раза В год По Лучше делать это 3 недели 3 недели Это 21 день Откуда берется Вот эта цифра Волшебная цифра Кто нас слушает Пожалуйста Все запишите И запомните эту цифру 21 Это просто гениальный механизм По нам дан Изначально По нашей природе По эволюции 21 день Смена клеток происходит То есть Все клетки Соматические Нашего тела Меняются За 21 день Поэтому Если мы выдерживаем 3 недели 3 же 7 21 Как раз Получается Обновление Получается Происходит Обновление Совершенно верно Да Обновление В это время Во время Детокса Давайте называть Детокс Потому что очищение Просто ассоциации Другие возникают А детокс Нормальное Хорошее слово Поэтому кто-то На чем его делает Мы сейчас Коснемся Но смысл То что Если вы 27 день Выдерживаете Детокс Очищение То вы получаете Самого себя В обновленной версии Здорово А какие основы Здесь Что нужно С чего начать Нужно Четко Во-первых Понимать Что у нас есть С водой С воздухом С пердуктами Которые мы покупаем В магазинах Огромное количество Токсинов Поступает В организм По-иному Это называется Шлаки Шлаки Это уже термин Новый ученый Он встречается И в медицинской литературе Это не просто Народное название И поэтому Скорость Детоксикации Должна быть выше Чем скорость Интоксикации У городского жителя Ну а как это Вычислить Вычислить Это невозможно Это только Только наблюдением За самим собой За Маркерами То есть Есть определенные Лабораторные показатели Это показатели Уровня витамина Д Например С-реактивный белок Хроническое Холодное воспаление Это витамин Д Вот Это Ферритин Уровень ДПО В железотканях Это индекс Омега-3 Вот И это Гликированный гемоглобин Вот основные показатели По которым Мы вот считаем Как степень Какая у человека Ну и соответственно То есть эти анализы Лучше сдать Да Прежде чем Начинать Вообще анализы Сами по себе Без Нужно Человек сам видит У него есть понятие Лишний вес Да Что такое Это задержка слизи В организме Чуть-чуть Вот колебания по весу Должны быть 150-200 грамм У человека В течение жизни Имейте в виду 150-200 Ну 300 граммов Вот А у людей Колебания бывают Знаете там 12-15 килограммов Что такое Что такое Вот эти вот 12 килограмм Это что Мышцы Может быть Это может быть Кости По весу Нет Это Либо жир Жир Это жировая ткань Это ловушка Для как раз токсинов Да То есть Он просто разрослась Чтобы запаковать в себя Либо это задержка лимфы Ну грязная вода В организме То есть вода бывает двух видов Чистая и грязная Все Это градация очень четкая Чистая и грязная Хорошая вода Это у нас Хрустали глаза Допустим Да Вот Диски Хорошая вода Межпозвонковые диски Хорошая вода А плохая вода Это вот грязная Лимфа тоже хорошая Бывает Да Когда у нее хорошая реология А грязная Это когда она уже застойная Когда является явление Отечности Вот Это как раз метаболический синдром Вот Нарушение толерантности к углеводам Избыточное потребление углеводов Сахаров И так далее И так далее Эстроген доминирование Сейчас очень часто У женщин идет Ну вот сдали мы анализы Поняли, что детокс нам необходим Встали на весы Замерили самого себя Сантиметровой ленточкой Посмотрели Вот Поглядели на себя Критически Критически поглядели Все достали свои фотографии 17-летней Когда вам было 17 лет Потому что в 17-18 лет Ну в 25 допустим Да? Максимум Тело уже отстроено И мы обязаны проживать Свою жизнь Именно вот в этом теле Так Говорит Превентивная медицина И так говорили Все доктора Авиценна Гиппократ Парацельс То есть эталон 17-летний возраст Мы должны проживать Жизнь в том теле Когда мы уже Мы вот от тела отстроили Чего мы питаемся Чтобы в детстве Чтобы вырасти Мы же говорим Давай-давай Ты вырастешь Ну вырос А дальше ты что? Ну да живи в этом теле Наслаждайся А что с современным Людям происходит Они выходят За рамки этого тела Вот Есть такая древняя наука Аюрведа Называется Мы все равно К ней вернемся Мы никуда от нее Не денемся Это медицина Древняя медицина Это те люди Которые обходились Без больниц Без поликлиниров Они вот так вот лечили Она трактует так Вот есть вик Пракритий И викритий То есть то как человек Задуман как должен проживать И то как он выглядит То есть он как выглядит Если он отошел От этого изначального эталона Он пошел в сторону болезни Нахватал болезни Понял Вернулся обратно Отмотал назад Значит живет Все хорошо Ну тут только так Поэтому рост, вес Соотношение Индекс массы тела Показатели лабораторные Самочувствие Вообще Хорошо ли ты себя чувствуешь Молодец Подознаете себе вопрос Это очень просто А дальше Что дальше С чего начинаем Есть нормы ГТО Они висят вон везде На площадках там Кое-где еще остались Сколько раз ты подтягиваешь Сколько раз отжимаешься Сколько раз ты приседаешь И элементарный тест Просто давайте сейчас Засечем Секундная стрелка Содержку дыхания Если передача позволяет Да Минуты на 4 Можем сейчас засечь То есть мы будем Молчать и не дышать 4 минуты Ну нет Я к примеру просто говорю Пусть наши слушатели Тогда сделают Попробуют это То есть если он не сможет На 4 минуты Содержать дыхание Ну давайте 4 это Нет Это же продвинутый уровень Совсем Нормальный Ну взрослый такой Подготовленный человек Это полторы-то минуты И он точно должен Натяжать спокойно Совершенно Многие просто начнут Заваливаться на 30 секундах Вот это обычно То есть все Человек У него нет ресурсов В организме И вот это Самый главный тест Вот содержка дыхания Это самый главный тест Можно в лаборатории Ну сэкономить Огромное количество денег Потому что индекс омега-3 Извините Это 6 тысяч стоит Ну хорошо Мы поняли Что это Слушатели поняли Что требуется детокс Дальше что С чего начать С чего начать Значит Во-первых Правильный вход Правильный выход Это что такое Это очень важно Вход Ну мы Во-первых Четко ограничиваем себя По еде Мы потихонечку Уменьшаем Еду Потом Увеличиваем количество Продуктов Которые содержат клетчатку Это овощи У нас на Руси Всегда были посты Посты Это что Квашеная капуста Ну то есть Морковь Свекла Квашеная капуста Это пожалуйста Но Не употребляли Животную пищу Вот это Очень важно Очищение идет То есть Если кто Кто делает Пожалуйста Просто Если вы садитесь На допустим Фруктово-овощную диету Да ради бога Это замечательно Только помните Что фрукты Должны быть по сезону Поэтому на фрукты Лучше садиться Летом А то что сейчас Имеется ввиду Это муляжи Согласна А кто не согласен Тут куда деваться Потому что По фруктам Понимаете Коридор спелости Очень узкий Между Недозрелым И перезрелым Вот Поскольку срывается Все зеленым Чтобы довестись Ну поэтому Это вот сейчас Не вариант Осенью Весна Осень Это вернее так Зима Весна Это конечно Овощи Это наши с вами Любимые корни Плоды Морковь Свекла Всю жизнь на них Мы собственно говоря Выезжали И вот это пожалуйста Вот Вот Это можно Квашеная капуста Замечательный вариант Мы делаем по другому Мы идем Следующим уровень Мы делаем уже Там Ну на алоэ гелях Если вы слышали Уже я там Их пропагандирую очень хорошо Потому что На нем Смысл Этого детокса Вырастить Микрофлору Свою А вот Вернусь К квашеной капусте В этой студии Побывали разные Нутрициологи Многие из них Отмечают Что в квашеной капусте Она позволяет Заселить Правильную микрофлору Если она правильно приготовлена Мы говорим о квашеной Без сахара То есть ее нужно Без сахара готовить Там ни в коем случае Конечно Она должна быть Приготовлена Самими С собой Своими руками Потому что Это же молочно-кислое брожение Бактерии Вот вы С ваших рук Ваши бактерии Переходят туда Питательная среда Для них капуста Они ее сквашивают Человек наблюдает Когда можно ее Там уже употреблять Все Начинают употреблять Там соли-то надо Совсем немного Основной смысл Вырастить Там бактерии И это По сути дела Это пробиотик Это Пребиотик Это метабиотик Все в одном Так сказать А что такое метабиотик Я впервые слышу это понять Метабиотик Это то Что Микроорганизмы Но у них же тоже Там Понимаете Живые У них там Своя жизнь Свои Ухаживания Свои свадьбы Хороводы И так далее Все как у людей Поэтому То что они Производят Во внешнюю среду Это является метабиотиком Это субстрат Их жизнедеятельности Вот у нас допустим Творческий субстрат Это у кого-то там Книги, стихи Там статьи И так далее А у них Своё какое-то Вот это называется Метабиотик Продукты жизни Не сами бактерии А продукты И жизнедеятельности Ну полезный для человека То есть по сути дела Это информация У них Вот Сейчас Кто-то поставляет Сюда из Японии Поставляет По бешеным ценам Такие вот метабиотики Это просто Зачем В общем учимся Квасить капусту сами Конечно Квасить капусту сами Да Это простой способ Питьевой режим Это тоже важно Прошу причинничаю Яблоки мочёные Яблоки печёные Сюда входят Яблоки тоже Да Вот Яблоки у нас Хранятся хорошо Опять же где В подвалах В ямах Яблоки Товарищи замечательные Яблоки печёные Яблоки мочёные Кто не умеет Вспоминайте рецепты Это разные вещи Что мочёные Что печёные Но полезные Очень и те и те Потому что печёные Там пектины Запекают Ну Карамелизация происходит Углеводов А в мочёных Там опять же Молочно-кислые брожения Но с брожением Будьте осторожны Переобродившая Капуста Уже всё Она выбрасывается Недобродившая Она ещё опять Тоже не дозрела То есть опять же Коридор поймать Спелости Это очень интересно Вернёмся к воде Вода Номер один Номер один Детокс Вода номер один Потому что Вода собственно говоря Это универсальный Растворитель Чего? Всего Лимфы, крови Различных жидкостных Средств организма Ферменты работают На воде Ну и вот Потом вода Вычищает наши Наши все Ну скажем так Застойные Застойные какие-то Лакуны Какие-то цистерны Где скапливается Лимфа Такая уже Грязная лимфа Вот водичка Хорошая Водная нагрузка Это 35-40 мл На килограмм веса И обязательно Лимфа Тренаж То есть Двигаем Мувин Массаж Нет-нет-нет Массаж Не входит сюда Массаж Пожалуйста Входит Баня Входит Массаж Входит Но основное Мувин Это самое основное Двигает движение Сами двигаемся Вот Массаж Это пассив Понимаете вариант А нам нужно Эктив То есть мы должны Сами с собой Поработать На Руси Раньше было Такое выражение Встречают Молодого человека И спрашивают Потел ли ты сегодня Молодец Если потел Значит все Ты молодец Потому что Значит ты Лимфу запустил Понимаете А очень многие Не запускают С утра лимфу То есть Лимфа Когда все То есть Ты чуть-чуть пот Значит все Ты пошел Пошла у тебя Процесс Пошел Значит ты ожил С утра И можешь идти А у нас как Побежали к холодильнику Наелись Доехали на транспорте Или на машине Пришли Да Что сил нет Совсем На второй этаж Поднялись Выпили что-то Чашку кофе И начинаем Что-то там Соображать В туманной голове То есть Вспотеть с утра Это важно Обязательно Значит мы Что такое пот Это токсины Пот еще потом Надо смыть Либо обтереть Обязательно Как раз Как раз Мы выкинули Лишние токсины Вот Из организма Но обязательно Помните Самое основное У нас чистка Происходит через кишечник Через мочевые пути Это номер один Вот Все должно выходить Оттуда Поэтому Такое Неприличное Такое Знаете Вопрос Такой А был ли у вас Сегодня стул Ну вот Но в этой передаче Мы будем говорить Задите себе вопрос Был ли стул И сколько раз Он был В норме Это не один раз А два раза Утром и вечером Это вам говорит доктор Почему? Потому что вечером Мы тоже должны Быть и в сон Освободив Свой кишечник Максимально Иначе Это будет все стоять Вот Вот это По Всем представлениям По всем канонам Вот Я читаю книгу Канон Врачебной науки Абу Али Ибн Сина Он же Авицена 10 век нашей эры Вот он пишет Об этом же А он учился У кого? Он учился У тех Ребята еще Соответственно Те кто были ранее А те еще у тех И вот это все Это проверено Все на практике Стул два раза в день Тоже быть Утром и вечером Вот Вообще Раньше в древности Читали Сколько раз поел Столько и Собственно Стул То есть Это принцип Сообщающийся Там все Такие вот Трубочки Все Зашло Вышло Зашло Вышло Что нужно Осталось Я правильно понимаю Что такой режим Желательно 21 день Все таки выдерживать Да Но я Товарищи Давайте я сразу скажу Что это я просто скажу Что есть такая Вот такая практика Есть В обычной жизни В городских Агломерациях Такое невозможно Поэтому Помните Что хотя бы Один раз в день Это точно Должен быть А у некоторых Проблемы-то бывают Знаете какие Да Мало клетчатки Кишечник не работает Перстальтики нет Поэтому один раз в день А лучше если Я просто Ну Когда с пациентами Работаю Я вижу Вот анализировал Самые здоровые тела Самые здоровые люди Которых Вот четко По часам Утром Вечером Ну Относительно здоровых По отношению с другими Вот То есть два Добивайтесь два раза Вот Это показатель Это самый главный показатель Не надо идти И сдавать анализы Вот Вот В рост В вес Заживка дыхания И показатель по стулу Это самые основные Маркеры Вашего состояния И еще Такое Добавьте сюда Сколько вы раз мочитесь Мочиться надо в день Ну Хотя бы 7-8 раз Соответственно Тогда у вас падет Очищение организма Ну и добавьте Сколько раз Вы смеетесь Так уж Для этого Сколько нужно Ну Это вообще Неограниченное количество Ну минимум 8 Опять же То есть Вы смеетесь Иногда Над чем-то Над самим собой Соответственно Значит у вас все Если вы смеетесь Над самим собой Значит все у вас Все хорошо Товарищи Хорошо На этой позитивной ноте Мы закончим нашу программу Она подошла к концу А я благодарю нашего гостя Доктора Алексея Галакова За как всегда Интересный разговор Спасибо Всего доброго До свидания Всем удачи Здоровья Любви Здоровый смысл Имеется противопоказание Проконсультируйтесь У специалиста Проконсультируйтесь